Маша и Медведи Однажды девочка Маша пошла погулять в лесу. Шла она, шла, шла она, шла и соблудилась. Тем временем в лесу жили три медведя. Папа-медведь, мама-медведь и маленький медвежонок. Маша всё шла и шла. А медведи очень хотели позавтракать. Для папы большая миска, миска поменьше для мамы, а для медвежонка самая маленькая. Стали медведи кашу есть, а каша очень горячая. Мама, сказал малыш-медвежонок, пойдём прогуляемся в лесу, пока каша остывает. Маша и медведи ушли в лес. Тем временем Маша увидела дом. И вместо того, чтобы постучаться, она увидела, что дверь открыта, и она вошла в дом. В доме стояло три стула и пахло очень вкусной кашей. Маша забралась на самый большой стул, но он был слишком большой. Маша забралась на стул поменьше, стул мамы-медведицы, но он был всё ещё не тот, как надо. Тогда она забралась на стол маленького медвежонка, и он был в самый раз. Тогда Маша поняла, что пока она шла по лесу, она очень проголодалась. Она попробовала кашу из миски большого папы-медведя. Но каша была слишком горячей. Тогда она попробовала кашу из миски мамы-медведицы, но она была слишком холодная. Когда она попробовала кашу медвежонка, она была такая вкусная и прямо то, что надо. В самый раз Маша съела всю кашу, и когда она насытилась, она стала качаться и безобразничать. И кр-ру-ру-бум сломала стул. Ох, что-то я устала, решила Маша, и пошла наверх. А наверху в доме было три кровати. Большая кровать для папы-медведя. Кровать поменьше для мамы-медведицы. И самая маленькая кровать для медвежонка. Прыгнув в большую кровать, Маша поняла, что она слишком твердая. Тогда она перешла в кровать поменьше. Полностью смяла ее, но она была слишком мягкая. Когда она залезла в кровать-мешутки, кровать оказалась в самую пору. То, что надо. Маша сладко заснула, наевшись каши. И тем временем медведи вернулись из леса. Сначала вошел папа-медведь, потом мама-медведь, а за ними маленький медвежонок. Папа-медведь посмотрел вокруг и увидел что-то не так. Медвежонок, кто сидел на моем стуле, сказал он и помял его. Мама-медведица посмотрела на свой стул. Кто сидел на моем стуле и помял его. А медвежонок увидел сломанный стул, сказал, кто-то сидел на моем стуле и сломал его. Потом медвежата смотрели на кашу. Папа-медведь посмотрел на кашу и сказал, кто-то ел мою кашу. Мама-медведица сказала, кто-то ел мою кашу. А медвежонок увидел пустую тарелку. Кто-то съел всю мою кашу и заплакал. Пошли они наверх. Папа-медведь шел впереди. Когда он зашел, он увидел свою смятую кровать. Кто-то спал на моей постели и смял ее. Мама-медведица подошла к своей кровати и увидела то же самое. Кто-то спал на моей кровати и смял ее. Когда медвежонок подбежал к своей кроватке, уж не зная, чего ожидать, он сказал, кто-то спал на моей кровати и она все еще здесь. А-а-а! Маша открыла глаза и увидела трех медведей. Она очень испугалась и быстро выскочила в окно, чтобы никогда не вернуться. А медведям пришлось наводить порядок и чинить стул. Конец.